доброе утро уважаемые телезрители канала youtube сегодня мы рассмотрим схему правда еще не применил на практике но выставляю уже для того чтобы люди может сами попробовать быстрей так как у меня возможностей намного меньше нет средств поэтому значит схема называется bgt победа коммунизма неизбежна и так чем принцип этой схеме принцип в одном отказаться от аккумуляторов инверторов аккумуляторов потому что это все некачественное оборудование и влечет за собой расходы то есть вроде создаем бестопливный генератор но опять таки идут расходы на замену этих батареек негодных которые делают по заказу банстеров инверторов негодных негодных других устройств самое конечно негодное это батарейки аккумуляторная кб то есть капризная штука и не долговечная можно было поставить ионисторы пока нету денег но пришла идея отказаться от ионисторов если получится это будет победа коммунизма сто процентов нет так нет но стоит попробовать на чем схема заключена отказ от вообще почти от всех акб и от прочих что мы имеем здесь счетчик фаза и ноль выходят со счетчика а дальше вот автоматы на щитке которые стоят у многих в коридоре в некоторых квартирах что вы имеем автомат 1 ну там обычно много автоматов но мы напишем то что нам нужно тут еще может быть пять штук автомата или там 10 а мы берем то что необходимо по схеме вот щиток автомат 1 с него питаем и значит наш мотор вот значит авто автомата 1 выходит фаза и вот ноль то тут колодка нулевая тут еще 0 но я ну тут только для схем и и 2 0 и питает этот мотор на напряжение 230 вольт переменного тока мотор при напряжении 230 вольт переменного тока максимальная у него мощность 225 ватт вот этот мотор значит крутит вот этот генератор мощностью 500 50 вот но выходная у него мощность 800 ватт при этом он не греется вот этот генератор значит разгон идет и дальше с генератора выходит ток я тут назвал повышайка это может быть трансформатор ну любая повышайка короче то есть здесь выходит допустим 220 вольт вольт с генератора а он повышает то есть держит постоянно 240 вольт также может быть наоборот генератор выходит бы добывается 500 вольт выходит этот повышайка и понижайка должна быть то есть устройство для стабильного напряжения такие есть продажи которая выдает 240 вольт переменного тока и эти 240 вольт переменного тока мы направляем на автомат 2 на щит и ноль направляем на нулевую клемму 2 в итоге если у нас напряжение выше сети здесь то счетчик перестает крутиться при том при том условии что мы должны подать значит тратить у себя в квартире в это время не более 800 ватт так как этот больше 800 ватт не дает этот генератор если есть больше можно больше установить но мы до 800 ватт значит мы можем тратить до 800 ватт то есть не отсюда не берем ничего это просто мы поставляем энергию в сеть а тратим как обычно включаем розетки то что у нас проведено как говорится в стационарной квартире и у нас должен счетчик стоять на нуле если у нас будет счетчик допустим но дело в том что при этой схеме какой еще есть минус мы должны всегда тратить не меньше 200 200 225 ватт а иначе у нас получится что мы 225 ватт тратим а допустим включили одну лампочку на 50 ватт то есть у нас все равно будет минус 170 ватт скручивать были таком при такой системе так как 225 у нас тратится в любом случае первоначально а уже назад приходит 800 и 240 вольт поэтому у нас должна значит быть постоянно потребляемая мощность не меньше 225 ватт не больше 800 ватт при такой схеме это будет работать система без батареек для этой схеме нужно есть повышайку заказать стабильно 240 245 даже можно до 250 потому что в сети может быть и 240 до 250 чтобы регулировалась повышайка то есть если здесь 230 можно ставить 235 на повышайке если здесь 240 245 но больше 240 240 не бывает 243 было как-то все 243 248 то есть по такой схеме мы можем получить как говорится то есть брать лишней энергии мы не получим но брать энергию мы можем не платя не платя денег вот что получается такая схема но зато здесь здесь мы не тратим аккумуляторы и прочих систем вот такую схему можете делать я тоже буду делать как только повышайку достану сейчас как говорится стал звонить узнавать и как и чё и почём на этом сегодня заканчиваем до свидания до следующих встреч в следующих встреч